Вечер в хату Ссылка в описании Почему Роскомнадзор так яростно борется с социальными сетями и YouTube в частности? Купишь и не каждому позволено... Не каждого возможно контролировать, да? И я не знаю, может они как-то пытаются именно бороться с этим именно поэтому. Хотят захватить власть, хотят контролировать вообще все аспекты человеческой жизни, заставлять как-то думать людей, как им нужно. Ну это прям очень так антиутопично. Ты так прям говоришь, я вспоминаю 1984. Ну типа блин, да. Это же реально последние законы типа там о забвении. Это конкретно 1984, конкретно в ОРЛ. То есть удаление будущего. Тот, кто контролирует... Ой, удаление прошлого. Тот, кто контролирует прошлого, контролирует будущее. То есть тоже мысли преступления какое-то. Реально в ОРЛ в общем? Это грустно. Ну потому что из соцсетей, особенно русских, уходит много правды. Каждый человек может свободно сказать, что он думает по поводу того или иного действия. То ли от имени правительства, то ли в целом. Ну и правительству, ясное дело, это не очень-то им нравится. Типа, нахуя. Что станет с блогерами после закрытия YouTube? Ну это хороший вопрос. И тут, наверное, стоит уточнить, с какими блогерами что станет. Например, с какими-нибудь там, не знаю, ОЛО-ложками и вангаями явно ничего не будет. Они уже себе заработали там на три жизни вперед. И если что, не знаю, там какой-нибудь бизнес свой откроют или еще что-нибудь. А блогеры поменьше, ну, наверное, все-таки им придется искать какие-то другие методы заработка. Не обязательно прям идти каким-нибудь грузчиком или продавцом-консультантом. Можно как-то еще зарабатывать же в интернете. Я думаю, сейчас для крупных блогеров самый идеальный вариант, как можно быстрее зарабатывать на какую-нибудь еще одну квартиру. И если YouTube закроют, то ее можно будет просто сдавать в аренду. Ну да, вполне приемлемый вариант будет. И опять же, работать не придется особенно. Все будут бомжевать и уже никто не будет сосать друг у друга, чтобы получить капельку славы. Ну, если все-таки закроют, то самые талантливые, они все-таки найдут себе применение. А вот люди вроде Пушман, Каспарянцы, которые, блядь, ну, ничего не значат, они просто снимают свою жизнь на камеру. Я думаю, они пойдут работать или учиться. Смогут ли топовые блогеры просто перебраться на ТВ? Ну, именно, наверное, топовые. Там вроде Микуса и Спилберг, а остальные нет. Ну, если у них связи есть, я думаю, смогут. Да, они уже перебрались. Посмотри на Спилберг, посмотри на остальных. Это уже, блядь, нынешняя реальность. Там всего три, а я имел в виду там всех остальных, у которых больше 500 тысяч подписчиков, например. Ну, мне кажется, большинство из них сможет. Если все-таки закроют, будут ли какие-то действия в сторону государства? Ну, если взять сейчас основной контингент Ютуба, то, я думаю, вряд ли будут какие-то крупные митинги. То есть, ну, может быть, там кто-нибудь создаст петицию. В принципе, может быть, она даже наберет 100 тысяч подписей, если именно будут особенно форсить топовые блогеры, которые еще как-то в социальных сетях популярны. Я думаю, до митингов вряд ли дойдет. Типа, не знаю, научатся пользоваться VPN и Tor. Ну, мне кажется, до митингов, конечно, не дойдет, хотя, кто его знает, но петиции... Мой братик, закройте! Но петиции, я думаю, многие попытаются создать. Ну, блядь, это же логично, типа, закрывать МДК так все гораздо, а то, что Ютуб закроют, это не, не. Ммм, я думаю, да, буду, но от этого будет очень мало толку, я считаю. А ты сам пойдешь митинговать? К сожалению, нет, чувак, я в Сибири, жил бы в Москве так. Волошку в массы! Сука! Из-за чего, по твоему мнению, действительно стоит закрыть Ютьюб? Не знаю, я не вижу особо причины, типа, его закрывать. Из-за физрука только. Из-за порнухи, я считаю, ну, порнухи на Ютубе как... Нет, там ее удалят. Как бы я считаю, его бы уже давно закрыли. На канале Максима Ульянова можно найти различные познавательные и музыкальные блоги. Здесь поднимается тема от успеха Шифоростова до способов эффективных достижений целей. Ссылка в описании. Если все-таки Ютьюб решат когда-нибудь закрыть на полном серьезе, то вам, зрителям, на жопе ровно сидеть тоже не стоит.